Водитель, продавец, медсестра, повар, электрогазосварщик – это профессии лидеры и списка наиболее востребованных на рынке труда, которые можно освоить благодаря среднему специальному образованию. Кстати, в этом году в регионе открывается еще одно перспективное направление – монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования. Набор пройдет на базе Сыктывкарского политехнического техникума. Новшества не обойдут стороной и высшие учебные заведения. Так, например, СГУ получила лицензию на программу педиатрии. Правда, пока только на коммерческой основе. К сожалению, бюджета мы не предлагаем, только контракт, но возможно заключение договоров с лечебными учреждениями, таким образом, хотя места эти платные, но тем не менее для поступающих они будут бесплатными. Правда, нужно будет отработать потом в течение пяти лет, но по крайней мере абитуриент заранее знает, где он будет работать. В новом учебном году в СУЗах будет 4600 бюджетных мест, а у ВУЗов 2200. А еще ужесточаются требования к вопросам целевого обучения. Если раньше норма о том, что договора о целевом обучении предразумевали последующие трудоустройства, носили, скажем так, условный характер, то теперь это носит исключительно обязательный характер. Что имеется в виду? Гражданин, который заключил договор с будущим работодателем, обязан, коллеги, обязан, подчеркиваю, хорошо учиться, проходить производственную, учебную, преддипломную и прочие виды практик. Исключительно у этого работодателя. Помимо этого, главная его ключевая обязанность по окончании образовательной организации, он обязан трудоустроиться у того работодателя, с которым заключен был договор о целевом обучении на срок не менее 3 года. В случае, если учащий себя передумает, то будет вынужден возместить всю стоимость расходов, которую понес потенциальный работодатель. Зато теперь у студента есть понимание того, где он будет работать. А у работодателя возможность заранее узнать, на что способен будущий сотрудник. То есть точно получить специалиста с теми знаниями и навыками, которые необходимы.